всем привет вы на канале возьми и сделай сейчас я покажу как быстро сварить полевую кашу или кулеш закипела у нас вода мы кинем картошечку засыпаем картошку накрываем крышкой котелок и ждем пока картошечка прокипит минут 5-10 минут 7 кирпит у нас картошечка засыпаем пшено ждем пока сварится пшено не забываем помешивать пшено чтобы она не пристала к дну и впоследствии не пригорела то будет испорчена каша пшено у нас уже почти сварилось сейчас мы будем насыпать самый главный продукт домашняя птица с вот таким вот жирком желтеньким и с таким вот жирком беленьким сейчас будем засыпать нашу тушенку домашнюю нашу кастрюлю берем нашу тушеночку и вывалю все в кастрюлю а вот 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 Санёк, он малый, семья. В порядке делают. Трое нога дрыгают. Санёк, он малый. В порядке делают. И ещё одна литровая баночка. Получится она супер каша, супер кулеш. Один мячик. Сейчас, сыночек. Сейчас папа кашу сварит вкусную. Один мячик. Сейчас, сыночек, мячик, сейчас подожди. Так, засыпали нашу тушуночку домашнюю. Наш кулеш. Всё, накрываем крышечкой. Немножечко прокипит. Дальше будем продолжать. Накрываем крышечкой. Пробуем на вкус и добавляем соль. Размешиваем. Засыпали соль, сколько нам надо. И добавляем обжаренный лук, приготовленный дома. Закипел у нас кулеш с лучком. Сейчас будем добавлять яйцо. Попробуем. Помешиваем кашу. Чтобы у нас хорошо разбилось яйцо на мелкие кусочки. Сиди. Ну, паша, пройди. Сиди, полтора. Попробуем. Откуда? После яйца бросаем лавровый лист, немножко черного перчика. После того как у нас закипел лавровый листик, мы засыпаем зелень, лучок, укропчик, пропускаем зелень. Ммм, какой запах. сейчас оно у нас закипит мы прокипятим его еще пять минуток и будем снимать кашу прокипела наша зелень и наша каша поливая или кулеш готов вот такая вот у нас красивая получилось и очень очень вкусная так готовлю кулеш я всем приятного аппетита пока подписывайтесь на канал ставьте класс